Всем привет, с вами я Виолетта, и в этом видео хочу показать свои планы в раскрасках на апрель. Их будет у меня не так, чтобы прям очень много, но всё-таки достаточно. В апреле у меня день рождения, плюс планируется очень много событий. Вот, о них я расскажу в телеграме, поэтому обязательно следите, если вдруг вам интересно. Поэтому в планах у меня, в общем, раскраски, как обычно, только по номерам. Ну, с всем небольшим исключением. Значит, первое, это раскраска цветовой квест-животный. Здесь у меня по порядку должен быть крокодил из треугольничков. Это, в принципе, не сложно, вот, поэтому выбрала именно эту серию квеста. Далее, две мои любимые раскраски. В цветах у меня идёт иллюстрация под номером 31. Тоже выглядит довольно простой. Вот, а в плакатах у меня картинка номер 25. Ну, такая она, интересная. Здесь, конечно, тёмный цвет мне не очень нравится, но, в принципе, неплохо. Морская жизнь. Купила новые маркеры, поэтому с удовольствием опять к ней вернусь. Такая здесь иллюстрация. Вот, кстати, выглядит, ну, такой, достаточно сложно. Ну, по сравнению с другими картинками в этой раскраске. Далее, волшебные раскраски. У меня две, в общем, идут каждый месяц. В этом месяце я выбрала космос, так как будет день космонавтики. В общем, хотелось бы её пораскрашивать. Вот, в планах у меня вот эта картинка и ракета вот эта. Ну, если вдруг успеет, ещё этот разворот, но очень сомневаюсь. Вот. А в раскраске «Мир вокруг нас» у меня вот такой разворотик. Здесь лебеди и дельфины. Такие парочки. Раскраска «Звёздные войны». Тут у меня идёт... Так. Что я запуталась? Иллюстрация номер 24. Ну, кстати, довольно светлая. Обычно там темень темнющая. Далее две книжки Киры Шершневой. Здесь я не знаю, что будет. В треугольниках. Вот. А в мандалах... Вот такая картинка. Вот. Очень люблю мандалы вот эти. Прям обожаю. Раскраска по номерам Василия Почкина. Здесь вот такой разворот. Ананас и жираф. В общем-то. Ну, довольно интересно. Далее идут спиральные вот такие всякие раскраски. Эрнольд. Здесь у меня по плану Филипп Шортман. Ну, достаточно уже, кстати, хорошо так прогресс идёт. Раскраски. Пловое воспитание. Здесь у меня разворотик. Вот такой. Не знаю, честно скажу, что там намечается. Потому что ответы здесь какие-то странные. В общем, они не по порядку. И, в общем, я предполагаю, что вот эти два персонажа будут. Но не факт. В животных. Я думаю, раскрашу вот эту обезьяну и попугая. Вот. Ну, и, возможно, кого-то из оставшихся собак. Вот. Ну, это уже как бы посмотрим. Вот так. У меня иллюстрация 9 и иллюстрация 15 стоят в плане. Множество образов я хочу закончить. Потому что мне осталось две картинки. Вот. Собака и Джоконда. Вот. Поэтому думаю, что, в общем-то, их раскрашу. И будет у меня завершённая раскрашка. Первая. Первая в этом году или не первая? Не помню. Нет. Я ещё ничего не закончила. А, или... Нет. Вроде бы ещё ничего не успела закончить. В общем, да. Девчачья память. Вот. Ну, и раскраски не по номерам. Космос и Зелёные человечки. Несмотря на то, что, как бы, день космонавтики будет, я в планы поставила себе здесь одну работу. Вот. Но посмотрим. Может быть, я раскрашу здесь разворот. Может быть, раскрашу просто действительно одну картинку. Просто потому, что здесь уже, ну, всё с каждым разом меньше-меньше работ, которые мне вот прям хочется раскрасить и остаётся. Поэтому я решила, в общем-то, теперь по одной в месяц раскрашивать. Далее. Дименшинс. Здесь у меня вот такой узорчик идёт. Думаю, как раз с него начну месяц этот. Антистресс для школьников. Здесь я ещё не выбирала саму иллюстрацию. Но хотелось бы, конечно, что-то весеннее. Вот. Не знаю. На март было много всяких вариантов. Вот. Потому что и вот такие всякие картинки подходят, типа, к 8 марта. И вот я ходила на выставку, посвящённую балету. Думала вот эту картинку раскрасить. И также в марте был День кошек. А здесь есть иллюстрация с кошками. Вот. Но не знаю. Возможно, вот, допустим, всё-таки раскрою, что это девочка. Уже несколько месяцев всё на неё смотрю. Вот. Кстати, вот эта картинка тоже ещё подходит. Потому что у меня День рождения. Девочкам ничем понравилось. Потому что, ну, как будто бы у неё тоже вот праздник. Можно, в принципе, её к Дню рождения, например, привязать. Вот. Ну, не знаю. Как-то вот. Вот эта картинка тоже у меня вот. Ну, она больше, наверное, с Маем ассоциируется. Хотя на Май я здесь уже работу выбрала. Ну, в общем, решу, что я буду здесь красить. Вот. И развивающие узоры для самых маленьких. Я планировала её на лекциях раскрашивать. Но у нас, в общем, эти лекции закончились. И поэтому я не знаю теперь, когда её красить. Потому что дома у меня на неё настроения как-то нет. Здесь у меня остались вот эти 4 работы. И в идеале я, конечно, бы раскрасила все 4 картинки. Вот. Но что-то мне подсказывает, что я в лучшем случае 2 сделаю. Вот. Но по плану у меня стоит 2. В идеале, конечно, хотелось бы сделать всё-таки больше. Вот. Ну, собственно, такие у меня были планы. Как бы кажется, что совсем небольшие. Меньше, чем обычно, мне кажется. Вот. Ну, потому что апрель у меня обещает быть таким, в общем, насыщенным на другие события. Вот. У меня каждые выходные абсолютно распланированы. Вот. Поэтому, опять же, если вам интересно, то подписывайтесь на мой телеграм. Вот. Там будет больше каких-то таких новостей жизни. Вот. Ну, это было всё. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok